Здравствуйте, с вами Финверсия ТВ. Представляем вашему вниманию обзор ингоценных бумаг. Информация предоставлена независимым экспертом аналитического центра X-Critical. И начинаем наш выпуск с технологического гиганта Alphabet. Его главный продукт – это поисковая система, которая в свое время изменила подход к поиску информации в сети интернет. Компания также владеет почтовым сервисом, инструментом для веб-мастеров Google Analytics, всем известным YouTube, онлайн-переводчиком, системой контекстной рекламы и многим другим. Летом 2014 года началась реорганизация компании, которая завершилась осенью 2015-го. Ее целью было объединить различные интернет-активы, в том числе и Google, в холдинг Alphabet. После реорганизации упростилась структура компании, что сделало ее более понятной и гибкой. Таким образом, Google смогла сфокусироваться на улучшении поисковой системы и на рекламе в интернете, и не думать о других проектах. Реорганизация успокоила инвесторов, которым не сильно нравилось участие компании в рисковых проектах. 2020 год стал для Alphabet знаковым, так как в этом году ее рыночная стоимость превысила отметку в 1 трлн долларов. Холдинг Alphabet стал пятой компанией в мире и четвертой в США с такой заоблачной капитализацией. Кстати, он не выплачивает дивидендов, а всю полученную прибыль направляет на развитие своего бизнеса, а также на приобретение других компаний. Если говорить про квартальную отчетность, то тут у эмитента все хорошо. Так, в четвертом квартале прошлого года компания показала рост прибыли, хотя выручка несколько разочаровала инвесторов. Согласно отчету, чистая прибыль корпорации выросла на 19%, достигнув отметки 10 млрд 660 млн долларов. Прибыль в расчете на акцию оказалась на уровне 15 долларов 30 центов, тогда как за тот же период 2018 года она составила 12 долларов 75 центов. По ожиданиям аналитиков, этот показатель должен был выйти на уровне 12 долларов 48 центов. Квартальная выручка корпорации также продемонстрировала положительную динамику, поднявшись до отметки в 46 млрд 70 млн долларов. Корпорация Alphabet не избежала просадки в феврале этого года. К 20 числам февраля акции компании приблизились к сопротивлению 1525 долларов, где произошла смена настроений на рынке. После этого актив упал к уровню 1273 доллара, от которого продолжил снижение до поддержки 1000 долларов, что случилось в конце марта. В этом районе покупатели смогли изменить ход торгов и с тех пор сохраняют контроль над активом. На прошедшей неделе они подняли рынок к отметке 1290, где рост замедлился. По мнению нашего эксперта Сергея Рубана, скорее всего, после выхода предстоящего отчета акции Alphabet отступят в район 1150 долларов, где покупатели возьмут тайм-аут и через какое-то время вновь отправятся вверх. Полагаем, что вторая попытка прорваться через уровень 1300 долларов окажется более удачной. Пробив его, цена направится к отметке 1350 долларов. Думаем, что в этом районе начнется фаза боковой консолидации, которая может завершиться к концу второго квартала. Аэрокосмическая компания Lockheed Martin входит в сотню крупнейших американских промышленных корпораций. У нее три крупных отделения и несколько дочерних организаций на территории США. Есть филиалы в Канаде, Австралии и Швейцарии. Производство эмитента разбросано по пяти штатам и связано в единую сеть, цель которой – усилить аэрокосмическую мощь Соединенных Штатов Америки. Начав свое время с гражданской авиации, компания последние полвека занимается оборонными заказами и участвует в космических программах. Со второй половины 20 века корпорация тесно сотрудничает с американским правительством, став его крупнейшим подрядчиком. Она также продает свою технику и технологии иностранным заказчикам, которым интересна покупка образцов американской военной техники. Отчет за четвертый квартал 2019 года показал хорошие цифры. Так, за отчетный период выручка выросла на 10,3% и составила 15 млрд 877 млн долларов, при прогнозе в 15 млрд 270 млн долларов. В 2019 году портфель заказов вырос на 10,2% и составил почти 144 млрд долларов. Чистая прибыль выросла до уровня в 1 млрд 497 млн долларов или 5 долларов 28 центов на одну бумагу. Для сравнения, за тот же период 2018 года этот показатель составил 1 млрд 252 млн. Эксперты прогнозировали прибыль около значения 5 долларов 2 цента за одну акцию. Во второй половине января этого года бумаги компании попали под волну продаж, которая отправила их из района 435 в область поддержки 265 долларов, где в середине марта покупатели смогли отвоевать контроль над активом. На данный момент им удалось вернуть половину своих потерь, подняв рынок сопротивлению 375 долларов. Здесь достаточно сильная зона сопротивления. И в этом районе проходит и МА-100, и уровень Фибоначчи 61,8. А это значит, что вероятность технической коррекции высока. Если и квартальный отчет выйдет отрицательным, тогда шансы на снижение достигнут 100%. Наш аналитик Сергей Рубан рекомендует этого эмитента для инвестиций. Пентагон всегда поддержит компании из индустрии обороны, а военный бюджет США достигает сейчас астрономических цифр. Скорее всего, несмотря на мировой кризис, дела у Lockheed Martin быстро пойдут в гору. Сейчас мы ждем откат, вероятная цель которого – уровни 335 долларов и 310. Предполагаем, что вслед за ним начнется восходящее движение. Для покупателей важно пройти область 370-375 долларов. Успешное прохождение этого препятствия и закрепление выше него откроют им путь к годовым максимумам. Для получения более подробной информации перейдите на сайт xcritical.com Вы Форекс-брокер или хотите им стать? Тогда вам надо знать все о контроле рисков. Принятие решений должны быть оптимизированными как по скорости, так и по объему обработанных данных. Множественные интеграции R&D продуктов. Быстродейственная CRM-система с большим количеством операций в одном окне и многоуровневой системой доступа для защиты ваших баз данных. Торговая платформа с повышенной производительностью и полной интеграцией с CRM, алгоритмами анализа и принятия решений. Все составляющие успешного Форекс-брокера теперь под одной крышей. xcritical.com – ваш разработчик на рынке Форекс.